Ну и, честно, было вообще-то не страшно. Было только страшно, что потом будут проблемы с этим, с протоколом и все такое. А так, типа, нормально. Короче, когда ждал, подъехал автобус без номеров и тонированный. Оттуда начали на ходу вылетать люди просто в масках с дубинками. И, типа, ну, начали под всех догонять. Испугался, побежал в сторону горы какой-то там, в лесочек. Я остановился и буквально сразу же получил, получается, вот сюда дубинкой. Потом упал на колено, это было на траве, и почти сразу же, типа, получил еще раз дубинкой уже по голове вот сюда. Вечером поехали в больницу шестую, чтобы снять, как говорится, все эти побои. Там нам оказали, в принципе, помощь, все зафиксировали тоже. Мы там историю эту все рассказали, все записали, сказали, мы подадим сведения в милицию. Однако прошли сутки, из милиции нам никто не позвонил, то есть никак никто не отреагировал. Я говорю, ребята, мне 15, вы чего? Они говорят, будешь объяснять, типа, выделение, сколько тебе лет? Я говорю, хорошо. Пока я допрос шел, мне никто не звонил, то есть они его допросили без моего ведома. Хотя, собственно, могли же позвонить сразу при задержании, сказать, приезжайте, вот будет сейчас допрос, он несовершеннолетний. Я бы, может, хотела бы и послушать, что они у него спрашивают и каким образом происходит этот опрос. Но, когда я приехала, его мне просто вывели в фойе. Я написала объяснительную, что вот я такая-то, приехала забрать своего задержанного сына. Никаких противозаконных действий он не совершал, собственно, как бы за что его-то взяли, непонятно для меня. Пошла в следственный комитет и написала заявление о том, что моего сына избили. Кто и как, давайте выяснять, как говорится. Они должны, по идее, какую-то, что-то как-то решить, я не знаю, что-то сделать для того, чтобы хоть как-то начать разбирательство, кто это бил моего ребенка, за что. Я, собственно, просила в заявлении, чтобы мне сделали экспертизу судебно-медицинскую, но уже прошла неделя, конечно, почем ее там уже делать. На основании той справки, что мы сделали в 6 больнице, если только так. Конечно, если бы нам в тот же день приняли, в тот же день назначили экспертизу, то там бы все, в принципе, было бы видно. А так вот уже прошло, вот понедельник, следующая неделя прошла. Никаких действий, как бы никто, ничего не, ничего, короче, не решается, похоже. Субтитры создавал DimaTorzok